Всем добрый вечер. Давайте начинать наш вебинар. Московское время 19 часов. Давайте начнем с того, что хорошо ли меня слышно и видно. Если это так, то поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Активнее. Отлично. Если какие-то проблемы, наш модератор вам поможет. Что же, мы начинаем. Тема сегодняшнего вебинара — TOEFL на 115. Миф или реальность? Давайте я представлюсь. Меня зовут Сысоева Дарья. Я руководитель отдела по работе с клиентами в компании MBA Consult. Наша компания уже 21 год находится на рынке, и мы гордимся профессиональной командой наших преподавателей, высоким средним баллом студентов и их поступлением в топовые университеты. Спикером сегодняшнего вебинара будет Алина Киселева, наш ведущий преподаватель по TOEFL и IELTS, с собственными баллами 117 по TOEFL, 8,5 по IELTS. Немножко о регламенте нашего вебинара сегодняшнего. Сначала будет основная часть. Алина расскажет о тонкостях сдачи TOEFL. Вебинар будет скорее для тех, кто уже как-то знаком с TOEFL. То есть теории какой-то не будет посекционной в плане начального уровня. Будут практические советы. В течение вебинара, если у вас будут какие-то вопросы, пишите их сразу в чат, мы их соберем, и в конце Алина ответит. После основной части будет спецпредложение только для участников вебинара, потом ответы на вопросы. Так что будем ждать всех ваших вопросов, и я передаю слово Алине. Так, всем здравствуйте. Добрый вечер. Хочется еще раз поблагодарить всех за то, что решили этот вечер четверга провести с нами и узнать что-то о более продвинутой подготовке к TOEFL, да, как Дарья, в принципе, уже упомянула. Раз сегодня мы говорим с вами о сдаче теста на 115 баллов, значит, мы предполагаем, что со структурой теста, с базовой структурой теста, с базовой структурой вопросов и вообще с чем его едят, в принципе, да, вы знакомы. И поэтому, чтобы не тратить время, да, на вот эти все объяснения, перейдем сразу к мясу, скажем, да. Собственно, основной вопрос, который, во-первых, задают большинство людей, которые готовятся к этому тесту впервые, когда они приходят готовиться к нам или когда начинают готовиться сами, чаще всего это люди с уровнем языка, upper, intermediate, advanced, что говорит о в целом таком достаточно свободном и комфортном владении языка. Очень часто этого уровня может быть недостаточно ни для 115 баллов, ни для, в принципе, того, чтобы вы набрали 100 баллов за этот тест. Одна из моих первых сдач этого теста, энное количество лет назад, проходила примерно по такому же принципу. Я шла в тестовый центр, прошу прощения, не зная вообще ничего об этом тесте, но зная, что я абсолютно свободно говорю на языке, у меня нет никаких проблем с общением с носителями, у меня нет никаких проблем с пониманием текста, пониманием информации на слух, поэтому я шла, думала, что все, 120 баллов у меня в кармане, все очень здорово, все замечательно, спустя две недели я получаю результаты, и там меньше 80 баллов. В принципе, вы, да, должны уже иметь представление о том, что 80 баллов – это, так, для цели в 115, 117, 120 – это результат такой достаточно посредственный. Естественно, я стала разбираться, почему так произошло вообще, да, то есть почему знание языка не равно высокий балл по TOEFL, потому что я совершила фатальную ошибку, которую совершают, к сожалению, большинство людей, которые решают не готовиться к тесту, да, и просто на него пойти, потому что TOEFL, да, Test of English as a Foreign Language, он маскируется под языковой тест. То есть в требованиях вузов, в требованиях работодателей и так далее, TOEFL, точно так же, как и IELTS, стоит как показатель знания языка, да, и кажется, что вот, у меня Upper Intermediate, сейчас я схожу на тест, он покажет, что у меня Upper Intermediate, и все будет замечательно. На самом деле, к сожалению, дела обстоят совершенно иначе, это тест не языковой, это тест, который показывает, насколько вам комфортно находиться в академической языковой среде, да, то есть это не я пойду закажу себе кофе в любой стране, да, это не я смогу объяснить, что мне нужно, это не я смогу поддержать разговор на интересующую меня тему, это совершенно не об этом, да, это академическая среда и четыре основных набора навыков, которые употребляются, обращаю ваше внимание, первый раз за сегодняшний вебинар, скорее всего, это будет еще несколько раз упомянуто, они, все эти навыки, тестируются не в отдельности, как это делает тест IELTS, например, а комплексно, то есть в связке друг с другом. К этому очень часто можно быть неготовым, да, то есть если, в принципе, не ознакомиться вообще ни с критериями оценки, ни с форматом теста. Соответственно, мы целимся на 115 баллов. Мы целимся 115-120 баллов. Нужно понимать, из чего они складываются. Здесь будет немножечко такой базовой теории, да, но без нее нам дальше с вами не продвинуться. В тесте 4 секции. За каждую из секций можно в пересчете получить 30 баллов. Итого 30, 30, 30, 30, 120 – общее. То есть если считать так базово, да, если вы так прикидываете сейчас без особых математических исчислений, чтобы получить 115 баллов, нужно набрать максимально возможное количество баллов в каждой секции. Максимально возможное, подчеркиваю, для вас конкретно. Это не значит, что вы наберете 30 баллов в каждой из секций. Часто это оказывается невозможным просто по определению, да. Есть особенности теста, о которых мы, собственно, сейчас начнем говорить, которые не позволят вам набрать, например, 30 баллов из 30 по секции writing. Это бывает, и это бывает повсеместно, и как бы к этому нужно быть готовым. Поэтому закрепили, поехали по каждой из секций. Значит, первое, на что прошу обратить ваше внимание, это работает для каждой секции. Есть понятие raw – балл, и есть понятие балл-скейлд. Балл-скейлд – это вот, собственно, те 30 баллов, которые у нас идут в финальную разболовку, да, из которых складываются эти наши 115-120 баллов. Raw – это те баллы, которые вы можете получить в сыром, да, виде, выполняя задание теста. Соответственно, например, в секции listening, да, что происходит? У вас идет один вопрос, за каждый вопрос можно получить один балл. Вне зависимости от сложности вопроса, вне зависимости от типа вопроса, да. Раз вы можете получить от нуля до 34 баллов, это, скажем, в стандартной комплектации, значит, что у вас 34 вопроса. Что я имею в виду под стандартной комплектацией, да, обратите внимание на слайд. Стандартная комплектация теста предполагает 6 аудиоотрывков. Это два разговора между собеседниками, то есть два диалога. Это две лекции с комментариями студентов, также они еще известны как дискуссии, и две лекции в режиме монолога просто в чистом виде профессор выкладывает какую-то информацию, да, в течение пяти минут. В стандартной комплектации у вас их шесть, то есть по две каждого типа. Вне стандартной комплектации, то есть если вам повезет, если сегодня хороший день, у вас их будет по три. Соответственно, увеличивается как в чистом виде длительность теста, да, то есть он будет идти уже, listening часть будет идти не час, а час тридцать, и, соответственно, к 34 баллов, которые указаны там сейчас, добавится еще 17, да. То есть нужно понимать, что RAW будет увеличиваться, да, максимально возможно, в зависимости от того, сколько у вас кусков для аудирования. Но, допустим, говорим мы сейчас с вами о базовой комплектации, когда у нас 34 вопроса, когда у нас шесть отрывков аудио. Здесь нужно понимать, да, что типы вопросов бывают разные. Они практически совершенно не связаны с пониманием, ой, о чем они сейчас говорили, да, или ой, о чем примерно идет лекция. Речь идет о структурных моментах, о понимании структуры лекции, о понимании формата, о понимании того, как лектор, допустим, да, приходит из точки А в точку Б, какие он на пути из точки А в точку Б делает аргументы, как он эти аргументы защищает, подкрепляет деталями, какая, если это дискуссия, на эти детали реакция идет у студентов и так далее. То есть здесь, понятно, есть методология того, как нужно правильно слушать аудирование. Понятно, если вы занимаетесь регулярно прослушиванием аудио на английском, то вам это будет, возможно, гораздо проще, чем кому-то еще, да. Но здесь нужно понимать, еще раз вспоминать о том, что здесь академическая среда, комфорт в академической среде, возможность ваша реагировать на язык в академической среде, это не значит просто пересказать, да, это не значит просто понять, вам здесь рассказывали про черных балбочек или про белых кроликов, да, это слишком базово, здесь такого не будет. Соответственно, из 34 вопросов, если вы не отвечаете на 1-2 вопроса, 1-2, вы все еще можете получить 30 баллов, да, сейчас зафиксировали. Соответственно, если вы получаете 29 баллов, то у вас 3 ошибки как минимум. Ну и можно, да, начать считать, собственно, что может получиться, да, если мы отвечаем на все меньшее и меньшее количество вопросов в чистом виде, да, вот из этих 34. Сразу нужно оговориться, что блоки listening и следующий блок, о котором мы поговорим, да, это блок reading, это блоки рецептивных навыков, то есть здесь вам не нужно воспроизводить язык, здесь вам не нужно воспроизводить языковые элементы, вам их просто нужно принять, да, рецептивные навыки, reception, вот эти все дела, и на них отреагировать, правильно ответить на вопрос. Соответственно, здесь у вас, скажем, чуть больше права на ошибку с точки зрения, да, raw и scaled, да, то есть вы можете сделать, допустить немножко больше ошибок, чтобы все еще получить достаточно высокий балл, но здесь у вас нет вот этой, у вас здесь нет гибкости. То есть ответили, ответили, да, ответили верно, получили балл, ответили неверно, не получили балл. То есть здесь нет гибкости, которую, возможно, дают критерии, по которым оцениваются, да, уже продуктированные блоки, да, это writing and speaking. Соответственно, да, резюме из 34 баллов складываются 30. Чем больше вы делаете ошибок, соответственно, тем меньше вы зарабатываете. Здесь баллов, но 1-2 вопроса вы можете ответить неверно, чтобы все еще получить 30 баллов. Закрепили, едем дальше. Block reading. Ситуация идет здесь примерно такая же. Здесь тоже есть raw, здесь тоже есть scaled. Здесь тоже есть стандартная комплектация теста, есть комплектация дня победитель, да, когда у вас вместо трех текстов, которые вам нужно успеть прочитать и обработать за 60 минут, соответственно, по 20 минут на текст, попадается 4. Такое тоже бывает. Сразу предупреждаю вопрос. Бывает, что у вас и аудирование большое, да, и чтение большое. То есть, в принципе, вы абсолютно спокойно можете попасть в такой день, когда у вас будет 9 кусочков аудирования, да, и 4 кусочка текста. Это абсолютно нормально, да, от чего это зависит? Ну, от удачи. Правда. Вот. Сейчас не об этом. Соответственно, raw, вот эти вот от 0 до 45, 46 иногда, да, это то, что будет происходить в рамках трех текстов. Ну, простейшие математические манипуляции, да, 15 вопросов в среднем на текст. 13-14, 13-15 вопросов в среднем на текст. Если, соответственно, у вас 4 текста, 45 встанет, да, гораздо больше цифрой. Точно так же это пересчитывается в Scaled. Вот здесь, прошу обращать ваше внимание, вот на что. Один вопрос может вам дать от 1 до 3 баллов. То есть, есть вопросы, которые в чистом виде. Правильный ответ 1 балл, неправильный ответ 0 баллов. Есть вопросы, в которых у вас идут либо два варианта ответа верные. Естественно, тест вам на это укажет. Естественно, он попросит вас выбрать два из четырех предложенных вариантов ответа. Еще есть... Здесь я их почему-то назвала интерактивные. На самом деле, это многосоставные вопросы, в которых, например, нужно либо дополнить summary текста, да, то есть это пересказ этого всего текста условно, да, краткое содержание этого текста, либо ответить на содержание касательно деталей, касательно классификации, которые представлены в тексте. И здесь уже, да, у вас идет распределение, скажем, допустим, в две категории, в восьми вариантов ответа, да, из которых два не применяются. Соответственно, нужно эти два увидеть, распознать и не применить, и добавить оставшиеся шесть, распределить их в равные категории. Здесь начинается самое интересное, потому что за такие вопросы, естественно, дается не один балл. За вопросы с двумя вариантами ответа, там, где вас просто просят choose two correct answers, да, здесь вы получите два балла, если вы выбрали два варианта ответа правильные. Здесь вы получите один балл, если вы один вариант выбрали, второй вариант, допустим, неверный, да, или второй вариант не выбрали, такой тоже может быть, и получаете ноль баллов, если оба выбранные варианты, соответственно, неверные. Здесь тоже, прошу обратить ваше внимание, тест компьютерный, но с заковыкой, да, то есть если, например, вопрос предполагает ответ на два... Прошу прощения, если предполагается, что вы дадите два ответа, да, то есть нужно выбрать два варианта ответа правильных из, там, четырех или пяти предложенных, и вы выбираете один по невнимательности, пропустили, не прочитали, нервничаете, да, вариантов, по которым это могло произойти, на самом деле великое множество, вне зависимости от причины вы выбираете один вариант ответа, нажимаете next, тест, тест вам не напомнит, тест не скажет, дорогуша, вам тут нужно еще один вариант ответа выбрать. Тесту это неинтересно, тест это делать не будет, поэтому максимальная внимательность от вас здесь все-таки требуется. Что происходит с большими, да, со сложносоставными-интерактивными вопросами? Здесь все еще интереснее. Здесь вам нужно правильно расставить, допустим, шесть букв, да, шесть букв, допустим, в две категории, да, условно. А максимум вы можете получить три балла. Теперь внимательно. Одна буква стоит неверно, два балла. Две буквы стоят неверно, один балл. Три буквы стоят неверно, вы не получаете баллов за это задание совсем. Да, поэтому с этими заданиями нужно работать достаточно аккуратно и внимательно, то есть вообще они потенциально действительно могут вам принести сразу целых три балла. Они не сильно энергозатратные, потому что чаще всего это либо задание, если это summary question, да, то это понимание всего текста. Чаще всего, да, раз оно идет самое последнее в блоке вопросов, вы уже будете понимать, о чем этот текст, вам это задание в принципе будет сделать непроблематично. Либо, если это задание на распределение, да, по критериям, допустим, да, опять же, это задание будет идти последнее в пачке для этого текста, поэтому найти место, где эта информация содержится в тексте и правильно ее распределить, по идее, у вас не должно будет составлять труда к тому моменту. Советую все-таки какое-то время этому вопросу посвятить, да, потому что если вы отвечаете на него правильно и не делаете ошибок, вы получаете целых три балла в принципе за то задание, за которое вы потратите столько же времени, как и все остальные, да. Вот, соответственно, здесь такая же история с точки зрения перераспределения баллов из сырых в scaled, да, то есть одно-два задания вы можете сделать неверно, либо вы можете допустить одну-две ошибки в больших интерактивных, да, комплексных заданиях, но это, в общем-то, и все, да, и здесь вы тогда все еще получите 30 баллов. Чем больше вы задаете вопросов, чем больше вы неправильно отвечаете на вопросы, тем в данной ситуации для вас будет хуже. Это что касается блока reading. Дальше начинается самое интересное, потому что идет блок speaking и writing, да, который касается тех навыков, где вам нужно, собственно, уже воспроизводить элементы языка. Здесь все идет немножечко интереснее, да. Во-первых, в блоке speaking, который идет первым блоком после, соответственно, после перерыва, да, у вас есть шесть заданий, два из которых это independent, да, задания, которые касаются ответа на конкретно поставленный вопрос, где не нужно отталкиваться от, допустим, да, аудирования или чтения. Есть задания типа integrated, когда, естественно, да, в третьем и четвертом задании вы слушаете и читаете и отвечаете на вопрос, в пятом и шестом у вас реакция идет только на аудирование. О чем здесь нужно помнить, что здесь вообще важно, да, здесь очень интересная система оценки. Каждое из заданий оценивается в четыре балла, да, то есть казалось бы, можно было бы простить себе жизнь, да, и раз мы имеем 30 баллов scaled, да, можно было бы, в принципе, каждые шести задания оценивать в пять баллов, да, и тогда было бы в пересчете просто, но составители теста решили иначе. Соответственно, еще раз, да, каждый из вопросов может вам привести, принести максимум четыре балла. Что это значит, да, каким образом это все дело распределяется, да, и как можно получить максимально четыре балла. Естественно, о нуле, одном и двух баллах я говорить здесь не буду, потому что мы все здесь собрались, да, с намеком на 115 баллов. Я очень верю в то, что вы сможете ответить на любой вопрос блока speaking, да, на три или четыре балла. Значит, что здесь самое интересное? Ответ на четыре балла абсолютно точно, без ошибок, без пометок, без каких-то мелких недочетов первое отвечает на вопрос, который вам задан, да. Каждый из вопросов, да, он, естественно, может быть односоставный, может быть многосоставный, если мы двигаемся уже ближе к четвертому и к шестому заданию. Но если вопрос многосоставный, вы, допустим, отвечаете только на первую его часть, естественно, вы полные четыре балла не получите. Если вы пропускаете какие-то элементы, которые нужно было услышать в аудировании, допустим, да, вы уже полные четыре балла не получите. Если мы говорим об интегрированных заданиях первого типа, да, то есть это третье, четвертое задания, в которых вам нужно интегрировать, да, синтезировать то, что вы услышали в аудировании и то, что вы прочитали в предварительно предоставленном вам тексте, и если вы совершенно ничего не говорите о тексте, да, это одна из самых распространенных ошибок в данном случае, вы не получите эти четыре балла. Здесь, к сожалению, если вы, допустим, отвечаете на каждый из вопросов на три балла из четырех, да, в пересчете вы получаете 22 балла. 22 балла, если мы с вами начнем считать, да, с нашей целью на 115, это значит, что это уже не 115, да, то есть если даже мы по максимуму выбиваем все остальные три секции, но отвечаем здесь на каждый из шести вопросов на три из четырех возможных, мы имеем, да, уже 112 баллов, это уже не 115, поэтому здесь нужно быть внимательными. Залог успеха в блоке Speaking – раз, правильно прочитать вопрос и правильно на него ответить полностью. Здесь очень важно именно изложение информации, понимание текста и полнота ответа по формату, то есть просто говорить от себя, не зная формат, говорить от себя, не зная хотя бы базово, как строится вопрос, то есть структуры ответа, да, мы, к сожалению, не можем. Здесь включается, да, еще раз проблема Upper Intermediate Advanced, когда мы приходим и начинаем просто, скажем, ну, нести я от себя тяну, да, то есть мы просто прочитали ответ, прочитали вопрос, прошу прощения, что-то прослушали, что-то прочитали, как-то, как можем, проанализировали, как-то, как можем, изложили информацию, и на этом все закончилось, да. Здесь, как бы идеально ваша ни была речь, как бы она грамматически и лексически ни была наполнена, максимального балла в 4 балла вы все равно не получите. Соответственно, здесь все еще допускаются, да, minor lapses in pronunciation and grammar. Что такое minor lapses? Это когда вы один раз за все 6 вопросов где-то оговорились, и где-то вдруг сказали she don't say, например, да, не she doesn't, да, то есть такие какие-то очень очевидные вещи, которые у вас не повторяются. Если у вас, допустим, одна единственная грамматическая ошибка, вот, пожалуйста, s, да, в третьем лице единственного числа, но если вы ее делаете хронически, то есть у вас все остальное идеально, у вас идеальная речь, вы идеально отвечаете на все вопросы, идеально полностью от начала до конца соответствуете формату, да, соответствуете структуре и так далее, если вы допускаете consistently, да, то есть с завидной степенью постоянства вот этот один грамматический недочет, естественно, балла в 4 у вас уже не будет. Зачем я это все говорю и зачем я это говорю все так подробно? Потому что, к сожалению, да, чаще всего мы больше всего уверены именно в блоке speaking, да, потому что мы имеем опыт общения с носителями и так далее и тому подобное. Нам кажется, что нам будет все просто и как бы, ну, ладно, нас же понимают, как мы говорим, да, здесь важно все, здесь важно и грамматическое разнообразие, и лексическое разнообразие и так далее. Если мы, допустим, все еще верим в то, что мы способны поднять все остальные три блока на максимальные баллы, давайте посмотрим, что происходит, когда мы получаем три балла за каждый из предложенных вопросов. Minor exceptions с точки зрения fulfills topic, да, то есть, например, если вдруг в задании первого типа интегрировано, в третьем и в четвертом вы где-то забыли упомянуть текст или вы допустили какую-то фактическую ошибку, где-то там что-то вы не услышали, да, попытались выкрутиться и выдали вот такой ответ, это будет три балла, несмотря на то, что все остальное идеально. Если речь при этом достаточно свободная, да, have some issues, да, некоторые проблемы с произношением, грамматикой или вокабуляром. Что считается проблемой с произношением? Кстати, это тоже достаточно часто поднимаемый вопрос. Что касается, да, pronunciation, бывает, когда у человека акцент, да, но мы не все идеально говорим на языке, это абсолютно нормально, носители тоже говорят с акцентом, это за проблемой с произношением не считается. Но если вы, например, говорите, не знаю, chemical вместо chemical, это ошибка произношения, да, если вы говорите там technical вместо technical, это тоже считается ошибкой в произношении, это тоже вам моментально при всех остальных идеальных, да, показателях в воспроизведении вашего ответа. Если вы пару раз сказали technical, да, у вас будет ошибка. Еще момент. Если, например, да, за что еще снижают балл с точки зрения спикинга? В третьем, в четвертом, в пятом, в шестом задании, где идет аудирование, да, и у вас появляются какие-то термины, какие-то слова, какие-то названия, да, все, что угодно, которые спикер произнес с конкретной скоростью, с конкретным акцентом, с конкретным ударением, с конкретной четкостью произношения, а вы это воспроизводите не так, да, то есть вы делаете ошибку в воспроизведении вот этого элемента, несмотря на то, что если он важен, если вы решили его воспроизвести, значит, в аудировании он был воспроизведен уже несколько раз. Ваша задача как угодно, да, то есть это можно сделать транслировый, там, это можно сделать с ошибками, но вам обязательно нужно зафиксировать именно верное, правильное произношение, с которым, да, то есть то произношение, которое вы услышали в аудировании, именно так пробовать воспроизводить это слово, потому что, еще раз повторюсь, если вы делаете это неверно, если вы воспроизводите это неверно, вы получаете минус балл автоматически. Что может привести к потере двух баллов? Это очень часто происходит с заданиями 3, 4, 5. В задании 3, 4, если вы не упоминаете текст совершенно, вы теряете два балла автоматически, даже если все остальное идеально. Представьте, что происходит, если, например, к этому дополнительно добавляется то, что вы делаете грамматическую ошибку. Балл снижается еще. Если вы неправильно что-то воспроизводите, неправильно что-то произносите, балл снижается еще. Что касается пятого задания, там есть такая особенность. Там обычно просят пояснить рекомендацию, да, то есть если вы помните структуру блока speaking. В пятом вопросе обычно идет диалог двух людей, да, двух студентов, студента и адвайзера, все что угодно, и у студента, как правило, проблема, вам нужно из двух предложенных вариантов решения этой проблемы выбрать и обосновать свой выбор относительно лучшего варианта. И вот здесь, если вы не успеваете обосновать, да, если вы просто говорите, я рекомендую ей сделать вот это, если вы обосновываете это фразой а-ля, потому что я бы сам так поступил, если вы, в принципе, только произносите базово фразу if I had this problem, вы автоматически теряете эти два балла из четырех, да. То есть вот это важно, что касается блока speaking в этом плане. Поэтому, соответственно, да, если вернуться вот сюда, да, если вернуться к Roy Scaled, очень важно помнить о том, что максимально нужно пытаться выбивать по четыре балла по каждому заданию. Проще всего это сделать в заданиях Independent, да, то есть в заданиях 1, 2. Это проще всего делать в задании 6, где вы реагируете только на аудиофрагмент, да, просто в лекционном формате. Во всех остальных случаях нужно быть очень внимательным, стараться максимально точно отвечать критериям каждого конкретного задания. Да, то есть вот здесь просто еще раз все те же самые вещи упоминаю, да, качество, стиль речи, что подразумевается под стилем речи. Если вы говорите в нейтральном стиле, если вы очень много сокращаете в речи, да, то есть don't, если do not, да, допустим, testoful очень любит отсутствие сокращений. Если вы используете лексику, которая не предполагается в академической речи, то есть если вы говорите and then the guy said, да, вместо там a young man, a student, все что угодно, это тоже вам автоматически снижает баллы. Понятно, беглость речи. Здесь очень важно раскрытие темы, развитие мысли, да, то есть здесь спасает структура изложения информации. Точность предоставления информации, то есть если вы не совершаете каких-то фактических ошибок относительно информации, которую вы воспроизводите, правильность и грамотность, то есть базовая грамотность, даже если вы не накручиваете сложность вашей речи за счет пассивного залога, за счет там complex object, complex subject, всяческих предложений времени и условий и так далее и тому подобное, да, если вы просто говорите в активном залоге, ваша задача – это делать верно, да, ваша задача – отслеживать хотя бы базово третье лицо, единственное число, да, даже на уровне upper, intermediate, advanced очень часто эта проблема возникает. Это что касается блока спикинга. Соответственно, у нас остался последний блок, да, с точки зрения разболовки. Блок writing. Здесь тоже начинается очень интересная история, потому что, во-первых, у вас здесь два эссе. Эссе интегрированные. Эссе – то, что называется независимый, оно же independent. Одно пишется за 20 минут, внутри которого ваша задача – отреагировать, да, и синтезировать информацию из текста и из какого-то аудиоотрывка. Вы это делаете за 20 минут. И эссе обыкновенное, да, эссе independent, где у вас есть 30 минут на раскрытие полностью темы. Каждый из этих эссе, в отличие, допустим, от теста IELTS, где одно эссе весит немножечко меньше, чем второе, да, в общем балле. В тесте TOEFL оба эссе весят одинаково. Они весят по 5 баллов в пересчете в сыром виде, да, то есть максимально в сыром виде вы можете получить 10 баллов, если вы пишете одно и второе эссе на 5 баллов, соответственно. Забегая вперед, хочу сказать, да, что в особенности, да, если мы целимся на 115 баллов, мы не можем написать интегрированные эссены меньше, чем 5 из 5, да. Это задание широко известно в узких кругах как самое простое задание на всем этом тесте, да, потому что тут, в принципе, никакой анализаторской способности от вас практически не требуется. Здесь нужно просто верно и грамматически корректно, и структурно корректно изложить информацию, которую вы слышите. Поэтому здесь допустить фактическую ошибку и получить, допустим, меньше, чем 5 баллов, если мы целимся с вами на 115, мы фактически не имеем права. Во втором эссе, естественно, там уже чуть-чуть, скажем, больше гибкости с точки зрения права на ошибку. Давайте посмотрим, из чего вообще складываются эти баллы, да, и почему очень важно вообще это понимать, да, почему важно знать разницу между 4 и 5 баллами. Поехали, да. Ноль не смотрим, один не смотрим, два не смотрим, потому что 115 баллов. Ну, куда 2 балла, да? Если мы получаем 3 балла за эссе, то есть максимально примерно мы отвечаем на вопрос то есть вы не соблюдаете необходимой структуры, которую предполагает тест TOEFL, да, например, с точки зрения independent эссе, да, предлагаемая структура – это четырехкомпонентный эссе, то есть введение, два абзаца основной части, заключение. Use some examples. Несколько примеров. Ну, да, раз говорят some examples, значит, недостаточное количество примеров. Some errors in grammar vocabulary. То есть эссе, которое пишется на 3 балла. Ну, чаще всего на начальных этапах подготовки, если студент с уровнем upper intermediate advanced, да, который не следует структуре, да, и который вот пишет, как умеет, вот просто, да, то есть мы не готовились, нам дали какой-то вопрос, как можем, так и пишем. Успеваем, допустим, в 30 минут, да, и так далее. Чаще всего мы получаем 3 балла из 5. Почему? Потому что 1 балл мы теряем за счет либо, а мы с вами не соблюли историю с четырьмя абзацами, да, еще раз введение, два абзаца основной части, заключение, либо мы с вами не привели достаточное количество примеров. Тут еще есть такая, скажем, звездочка, да, то есть не просто достаточное количество примеров, а достаточное количество релевантных примеров, да, что значит релевантный пример, который идеально иллюстрирует тот аргумент, который вы приводите в защиту своего мнения. Да, и опять же, errors in grammar or vocabulary, да, то есть это стандартная история у нас у всех, если мы отказываемся принципиально, например, вычитывать в конце 30 минут, ну, то есть если мы не оставляем себе минуты 2-3 на вычитку очепяток, да, то есть error in vocabulary, например, это очепятка. То есть если вы какое-то слово просто на уровне спеллинга пишете неправильно, это будет считаться errors in vocabulary. Если вы неправильно строите грамматическую конструкцию, если вы, допустим, намеревались построить какое-то сложное грамматическое время, но у вас этого не получилось, соответственно, да, вы получите балл 3. Едем дальше. Балл 4, да, то есть балл 3, я, кстати, даже не упоминаю с точки зрения интегрированного эссе, потому что это для нас с вами запретная тема, мы не пишем с вами эссе на 3 балла. Сейчас объясню, почему. 4 балла. Смотрим. Essays follow a topic. Понятно, да, отвечаем на вопрос. Somewhat unorganized or is not fully developed. Что здесь имеется в виду? Понятие somewhat unorganized и вообще про-organized – это все, что касается, да, у нас четырехкомпонентного эссе. То есть если вы вдруг решили написать пятикомпонентный эссе, решили написать 3 абзаца в основной части, или, например, ваше заключение состоит из одной строчки, в которой вы пишете «И поэтому мое мнение верное», да, то есть вот это считается somewhat unorganized, not fully developed. Вот это основная проблема, которая касается четырех баллов, да, основная проблема, с которой сталкиваются люди, которые получают именно такой балл. В чем она заключается? Особенность русского мышления заключается в том, что мы, когда приводим с вами аргументы, да, когда мы доказываем кому-то какую-то мысль, свою правоту, все что угодно, мы с вами приводим аргумент и сразу приводим пример. То есть что мы делаем? Ну, смотри, тебе нужно купить эту машину, она ведь дешевле. Ну, вот посмотри, ты потратишь столько денег, да, и в итоге получишь там такой-то там выхлоп от нее. Вот утрированный пример, да. Ну, что произошло? Мы говорим, потому что она дешевая, и сразу переходим к примеру. Это особенность русского мышления, да. Нам проще, просто из-за того, что, да, это особенность даже мышления, которое диктуется особенностью языка, нам проще сразу перейти на практику, да. То есть мы просто, да, мы же люди дела. Нам проще перейти сразу к практике, поэтому мы пропускаем вот этот вот очень важный пласт объяснения, да. Очень важный пласт, ну, многие студенты говорят о нем как разжевывание, да. Здесь что нужно очень помнить? Две вещи. Вещь номер раз. Организация эссе, она в принципе, да, она выглядит как песочные часы, да. Практически каждый ваш абзац выглядит как песочные часы, да. И все эссе примерно следует такой же воде. Что это значит? Сначала у вас идет какое-то теоретическое высказывание, потом вы его развиваете, разжевываете, объясняете, не доходя до практики, не доходя до примера. Потом вы обязаны привести частный, конкретный пример и потом вывести обратно, да, вот в эту вот нижнюю часть, вывести на промежуточный вывод, либо с точки зрения общего, да, написания общего эссе, вывести на conclusion, вывести на заключение. Как правило, мы забываем объяснить, и вот это считается not fully developed, и тогда мы получаем 4 балла. Как этого избежать? Здесь второй момент, о котором нужно помнить. Представьте себе, что экзаменатор, который будет читать ваше эссе, да, ну, и тоже напомню здесь, оговорюсь, да, что здесь проверяется ваше эссе и компьютерной программой, и экзаменатором. Компьютерная программа обращает внимание больше на грамматику, вокабуляр, спеллинг и так далее, просто чтобы экзаменатору не приходилось на это тратить время, на какую-то базовую организацию, да, речи, на то, используете ли вы лингвистические индикаторы или нет, что это такое, это показатели всяческие, linking words, да, furthermore, moreover, in addition, вот эти вот все истории. Но экзаменатор человек, который читает ваше эссе, помните о том, ну, даже не помните о том, представьте, что этот человек вообще жизни не видел еще, то есть он либо какой-то инопланетянин, прилетевший непонятно откуда, либо, не знаю, там, спустился с гор, там, прожил в горах большую часть своей жизни и тут спустился, и ему непонятно, да, ему непонятно, почему, если вы говорите, что, не знаю, лучше всего учиться дистанционно, потому что это экономит ваше время, и вы тут же приводите пример, что вот у меня моя подруга Маша пять лет назад решила пройти дистанционное обучение, она сэкономила, да, там, допустим, три года своей жизни на том, чтобы пройти тот же курс гораздо быстрее, ему непонятно, да, он не понимает, как вы пришли от тезиса о том, что дистанционное образование дешевле, прошу прощения, быстрее, да, он не понимает, как вы пришли к этому примеру, да, то есть вы как будто повторяете все то же самое, вы ему не объясняете, ваша задача объяснить, то есть можете представить себе вот это, можете представить, что вы объясняете ваш аргумент трехлетнему ребенку, да, здесь, конечно, придется немножко упростить лексику, потому что той лексикой, которой вы пользуетесь в рамках академического эссе, наверное, для трехлетнего ребенка будет недостаточно, но суть остается та же, объясните теоретически до того момента, как вы подойдете уже к конкретному примеру, да, ваша задача объяснить, о чем вы вообще толкуете, это если мы говорим об independent, да, эссе, если мы говорим с вами, да, это вот если 4 и 5, причем, да, тоже говорю здесь повторно, 4 из 5 баллов за independent эссе, это в 99% случаев это максимум. Почему? Потому что эссе, написанное на 5 из 5 баллов, должно быть идеальным вообще практически полностью, да, сейчас чуть-чуть позже об этом поговорим, да. Вернемся немножко к integrated, да, к интегрированному эссе. Что здесь происходит, да, почему здесь можно получить 4 балла из 5? Здесь чаще всего это, да, в принципе, это те же самые косяки, которые указаны здесь, да, там uses relevant examples, вот что здесь важно, but lacks clarity. Если мы вспоминаем, да, структуру integrated writing, у нас есть кусок информации в тексте, который нам говорит одно, и есть кусок информации в аудировании, который на ту же тему, но говорит противоположные вещи, да, они расходятся немножко в показаниях. Вот, и здесь, если мы четко, лингвистически, формально не указываем, что вот эти две вещи, они не просто на одну и ту же тему, ну, и примерно, ну, вот одно говорит вот это, другое говорит вот это. Если мы четко не говорим, а-ля, in contrast, да, а-ля, however, the lecturer doesn't say, бла-бла-бла, да. То есть если у нас четкого нет указателя того, что то, что у нас происходит в аудировании, контрастно, детально, да, то есть не просто, а вот в аудировании говорится совершенно по-другому, в аудировании совершенно противоположное мнение, да, если мы контрастно, детально не указываем, чем конкретно эти два куска информации отличаются, вот здесь у нас получается 4 балла. То есть вы можете даже эти детали воспроизвести прям с точностью, с идеальной, но, к сожалению, если вы не скажете in contrast, да, ну, или что-то подобное, что-то равноценное, у вас здесь будет 4 балла из 5. Смотрим идеальную ситуацию, когда у нас с вами 5 баллов, и там, и там. Essays follow a topic. Ну, понятно, полно отвечаем на вопрос. Is well developed and organized and uses relevant examples. Тут все понятно. Четырехкомпонентное эссе, правильно развитое, то есть мы объяснили всем все то, что они могли не понять без нашего объяснения. Uses relevant examples. Привели ровно те примеры, которые точно иллюстрируют ровно ту мысль, о которой мы с вами говорим. Clearly ties examples to a thesis statement. Это вот, да, о чем я говорила. Accurate use of vocabulary, grammar and sentence structure with some minor errors. Тут такая интересная, на самом деле, возникает проблема. Очень часто даже, как сказать, даже пользователи языка с достаточно высоким уровнем периодически забывают вообще о том, что есть в английском языке история sentence structure и история с правильным порядком слов. То есть мы, может быть, базово порядок слов понимаем, и базово мы никак от него не отходим, да, подлежащее, сказуемое, дополнение, вот эти все остальные вещи. Но чаще всего, например, вот здесь возникают проблемы с косвенными вопросами. То есть мы, допустим, приводим пример и говорим, что вот моя подруга Маша, которая, помните, училась дистанционно и сохранила, значит, какое-то количество времени, да, что, допустим, мы пишем предложение, она не знала, сколько времени у нее займет обучение. Ну, и если мы пишем, соответственно, how much time will this education take? Ну, это вот ошибка пошла по sentence structure, потому что, напоминаю, да, в косвенном вопросе порядок слов неинвертированный, порядок слов стандартный, да, то есть how much time подлежащее, что-то, что-то, will take, да, this education will take, подлежащее, сказуемое. Вот, то есть в independent writing, в independent эссе получить 5 баллов, это на самом деле достаточно редко, да, то есть ваше эссе должно быть практически, фактически идеальное. К идеальному уровню можно приблизиться, да, к нему можно подойти, чаще всего вы все равно получите 4 балла за это эссе, да, поэтому нужно приложить максимум усилий на то, чтобы получить 5 из 5 за интегрированные эссе. В данном случае все сделано правильно, структурно изложено правильно, везде написано in contrast, везде написано however, ну и, соответственно, да, если один раз вы допускаете какую-то ошибку, да, разово, да, не хронически, а разово, в принципе, одну ошибку вам простят и поставят 5 из 5. Итого мы будем иметь, если мы смотрим сюда, да, с точки зрения scaled, мы можем иметь, если у нас с вами 5 из 5 по интегрированному и 4 из 5 по независимому, да, по independent, мы будем с вами иметь 27 баллов за всю эту историю. Что, в принципе, это уже 117 баллов, да, если все остальное по максимуму. Вот смотрите, где еще можно потерять 2 балла, скорее всего, на спикинге. Про это мы с вами проговорили. Качество стиля написания. Стиль мы не отходим, да, от академического. Есть всегда желание писать в нейтральном стиле, то есть так, как мы привыкли, этого мы делать не можем. Раскрытие темы развития мысли – это то, о чем мы с вами говорили, да, с точки зрения fully developed, да, композиция мысли – это организация, да, fully organized. То есть точность представления информации – это больше относится к интегрированному эссе, да, то есть вы воспроизводите информацию без фактических ошибок. Также правильность и грамотность, да, это, в принципе, относится ко всему тесту в целом. Очень часто бывает, что, да, переходим уже к следующей части, так легко и непринужденно, очень часто бывает, что студенты, которые метят где-то баллов на 115, не могут преодолеть порог в 100 баллов. Это бывает повсеместно, это бывает очень часто. Почему это происходит? Есть на это несколько причин, которые чаще всего не связаны с, скажем, в чистом виде, с вашим уровнем языка, который, кстати, тоже, да, как он определяется, да, как было определено, что вы находитесь на уровне upper-intermediate или advanced, да, то есть вот это тоже нужно учитывать. То есть есть какие-то факторы, которые влияют на получение или не получение 100 баллов, и они, в принципе, с этим совсем не связаны. Это те вещи, о которых нужно помнить в начале подготовки к тесту, в процессе подготовки к тесту и тогда, когда вы уже вот еще немножко, вот еще неделя и тест. В этих факторах нужно помнить, да, и максимально стараться их интегрировать в свой процесс подготовки. Во-первых, вот эти вот четыре вещи, которые происходят в начале подготовки, это происходит повсеместно. Это 99% людей, которые по каким-то причинам не переходят в отметку 100 баллов. Во-первых, время для подготовки. Есть такая история, что нам кажется, что мы сейчас посмотрим структуру теста, мы сейчас выучим шаблончики, да, все, и будет хорошо. Либо наоборот, мы вдруг узнаем, что нам нужно сдать тест через две недели. Давайте будем готовиться за две недели. Тут нужно понимать, что время для подготовки нужно закладывать адекватное. И причем, да, допустим, всегда спрашивают, да, сколько нужно тратить время на подготовку к тесту, да. Я могу сказать базово, что нужно тратить, допустим, два месяца, да, но я не делаю поправки на то, какой у вас организация вообще дня, да. Сколько времени вы проводите на учебе, на работе. Есть ли у вас возможность реально практиковаться? Не просто там читать примерные эссе, да. В этом тоже, кстати, есть такая очень большая бочка дегтя, да, с маленькой ложечкой меда. Потому что примерный эссе, примерный эссе рознь, да. То есть сэмпл – это не всегда хорошо. То есть время для подготовки нужно закладывать адекватно, реально, глядя на свои возможности и реально понимая, сколько вы сможете времени отдавать подготовке. Второй момент. Готовность готовиться или серьезность намерений. Это неразрывно связано с первой частью. Вы можете сказать, что вот, окей, у меня есть месяц, я буду каждый день что-то делать, да, и вот выйду, вот, допустим, у нас сегодня с вами 21 марта, и, допустим, к концу апреля, да, я выйду на сдачу. Кстати, в конце апреля сдачи TOEFL в Москве нет. Ну, то есть, допустим, в начале мая, да, то есть числа 4 мая я выйду на сдачу. Это все, конечно, здорово и хорошо, но если на второй неделе вы перестаете заниматься каждый день, да, или если вы понимаете вдруг, да, на первой неделе обнаруживаете, что вам нужно поднять словарный запас, а вы этого не делаете, вы регулярно недоучиваете слова и так далее и тому подобное, естественно, здесь, да, вы потерпите, ну, не скажу, что крах, да, но до 115 баллов, возможно, дотянуться не получится. Переоценка, недооценка возможностей. Это самое важное вообще в принципе, да, то есть если что-то вы выносите с этого вебинара сегодня, это самый важный момент. Нужно оценивать свои возможности трезво и здраво как с точки зрения времени подготовки и тех усилий, которые вы готовы здесь затратить, так и, собственно, вот этот вот входной Upper Intermediate Advanced, да, то, что мы с вами свободно говорим на языке, свободно, спокойно смотрим кино, да, и общаемся с иностранцами, совершенно не значит, что у нас, а, на самом деле уровень Upper Intermediate Advanced, б, этого уровня нам хватит на то, чтобы сдать реально высоко этот тест, да, поэтому здесь как бы все про максимальную трезвость и честность с собой, то есть если вы чувствуете, что вы, допустим, какие-то вещи вам даются сложно, это нужно, да, с этим нужно начать работать как можно раньше и действительно работать. Последний момент. Неверный план подготовки, да, то есть если вы готовитесь сами, вы говорите, вот, за месяц я тут почитаю вот такие-то текстики, почитаю примерные варианты ответов, послушаю, там, словно YouTube, послушаю вебинар и все смогу, да, то есть мне на вебинаре все расскажут, ну, это неправильный план действий, да, то есть здесь нужно практиковаться и практиковаться постоянно. Если вы не готовы вкладываться, да, в это с точки зрения времени, да, ничего хорошего здесь не выйдет. В процессе. Что происходит? Где-то на неделе, если вы занимаетесь это интенсивно, если вы занимаетесь менее интенсивно, где-то на второй неделе вам становится скучно. Вы понимаете, что вы не хотите больше это все читать, вы не хотите сидеть зубрить шаблоны, вы не понимаете вообще, зачем это все нужно. Это нормально. Скучно становится всем, вне зависимости от того, готовятся ли они с преподавателем или готовятся они сами. Но нужно что-то с этим делать, нужно понимать, что такое скучно, да, и связано ли оно с тем, что вы пока еще не набили руку, например, в написании эссе, да, это нужно делать, нужно писать 50, 60, 70 эссе, да, если у вас есть на это время и, опять же, да, серьезность намерения, если вы готовы это делать. Чем больше вы пишете, тем больше вероятность набора большого балла, да. Либо вы не разнообразите свои учебные материалы, то есть здесь о чем я говорю, что не только в тестовых заданиях можно наращивать скил, да, то есть, допустим, умение понимать общую мысль текста и правильно отвечать на вопросы. Можно не только читая тексты TOEFL, да, можно еще читая научно-популярную литературу, читая вообще все, что угодно, но делая это регулярно. Это раз. Неэффективно. Что значит неэффективно? Чаще всего это, если вы делаете чего-то мало, если у вас идет недостаток практики, то есть если вы написали два-три эссе каждого из трех типов, например, да, в Independent, да, эссе есть три их разновидности, если вы написали там их 3-4 штуки, вы думаете, а, все, мне понятно, здорово, я шаблон запомнил, все. Это неэффективно. Эффективность заключается в том, чтобы вы что-то делали регулярно, да, и чтобы вы это делали постоянно, и вы это делали реально, вкладываясь в это, да, то есть писать просто эссе ради того, чтобы их написать, никакому результату вас не приведет. Не постоянно, ну, это тоже, да, с этим связано. Здесь регулярность. То есть быстро – это значит медленно, но регулярно. То есть быстро подготовиться к тесту – это значит медленно, методично каждый день к нему готовиться, даже если у вас там, условно, две недели, месяц на это все дело. Вот. И что происходит на финишной прямой? На последней неделе у всех 100%, у 100% людей вот эти две проблемы случаются. Во-первых, лень, ну, потому что, ну, вот уже все, вот осталась неделя, мне уже скоро сдавать уже, дайте мне этот тест, я уже устал к нему готовиться. Это нужно перебороть и нужно продолжать к нему готовиться, да, и нужно понимать, что от каждой сессии подготовки, да, то есть от каждого раза, когда вы сели писать эссе, да, от каждого из этих моментов, от каждой регулярной сессии зависит реально ваш результат, да. Ну, и дисциплина, которая здесь как бы в двух моментах проявляется. Момент номер один, да, что вы реально регулярно занимаетесь и что-то с этим делаете. Момент номер два, что вы за день до теста перестаете что-то по этому поводу делать, да, то есть перед смертью не надышишься, да, и здесь нужно быть дисциплинированным и, собственно, сказать, что все, сегодня я готовиться не буду, да, я уже сделал все, что я могу, я дисциплинированно дам себе сейчас время отдохнуть, дам себе возможность восстановиться и прийти, да, допустим, завтра на тест, да, то есть это чаще всего пятница, значит, в пятницу, да, ничего, что связано с тестом, мы не делаем, то есть вот это достаточно важно. Итого резюмируем. 115 баллов. Если мы метим на 115 баллов, то наша задача выбить максимально баллов 29-30 из блока listening and reading, это наш максимум, да, то есть как бы 30 баллов – это прям вообще в идеале, да, то, что мы с вами наберем на 115 баллов. И дальше пошел блок speaking and writing, то есть по максимуму нам надо целиться, да, на 27 баллов в блоке writing, да, это если мы имеем 5 и 5 за одно из, 4 из 5 за другое. И в блоке speaking, да, то есть если вы отвечаете 3 из 4, если вы получаете 3 балла из 4 за все 6 вопросов, у вас будет только 22 балла, что уже недостаточно на 115, да. Соответственно, вы максимум можете себе позволить не идеально ответить на 2 вопроса. Вот. Это что касается базово, из чего складывается балл 115, почему не получается его достичь и что нужно сделать для того, чтобы максимально к этому результату приблизиться. Вот. Что еще, да, хочется сказать, что 115 баллов – это результат, тем не менее, абсолютно реальный, да, то есть он абсолютно достижимый. Здесь нужно соблюдать, да, какие-то моменты, какие-то критические вещи, да, о которых нужно помнить, о которых нужно либо составить себе список, да, либо прибегнуть к чьей-то помощи. Просто к слову, да, на, например, наших курсах, да, ТОЭФУ, у нас есть вечерний, у нас есть курс выходного дня, и у нас в мае надвигается интенсивный курс, да, за 6 дней подготовка к ТОЭФУ. Ученики по результатам этих курсов выходят на уровень 115 баллов, да, то есть, ну, при условии выполнения рекомендаций, при условии практики, при условии, там, выполнения домашних заданий ученики выходят на 115 баллов, что говорит о том, что это абсолютно реально, да, и, как бы, нужно прилагать просто к этому усилие, да, и абсолютно спокойно на этот результат выйти. На этом я беру паузу. Благодарю вас за то, что были со мной, да, в течение этих 50 минут. Передаю слово Дарье и вернусь для ответа на ваши вопросы. Спасибо, Алина. Спасибо всем участникам. Если у вас еще есть вопросы, у вас есть время написать. Все вопросы я скопировала, Алина сейчас на них ответит. Пока я хотела бы озвучить спецпредложение только для участников этого вебинара, которое будет действительно до завтрашнего дня, до 20 часов. Первая акция касается курсов, которые уже озвучила Алина. На припокупке любого курса вы получите два индивидуальных занятия в подарок. Вечерний курс идет по понедельникам, средам и пятницам, выходного дня по субботам и воскресеньям. Не каждую неделю в данном случае расписание нужно будет уточнить у менеджеров. Курс закончится до майских праздников, чтобы не было большого перерыва. И майский интенсив, который будет вести Алина, и курс выходного дня тоже будет вести Алина. Если хотите, можно к ней записаться как раз. Соответственно, любой курс – два занятия в подарок. Второй курс, вторая акция – это индивидуальные занятия. При покупке шести занятий вы получите одно занятие в подарок. Занятия могут быть и в офисе, и по скайпу. Опять же, с любым преподавателем, с Алиной также возможно. И третья акция касается сдачи пробного теста TOEFL. Он идет четыре академических часа. Это три обычных астрономических. Обычно стоимость 5000 рублей для участников этого вебинара – 3990. По окончании теста, который вы пройдете по всем секциям, вы получите фидбэк, общий балл по секционной, рекомендации, советы, как готовиться, на что обращать внимание, что нужно сделать. Все это будет у вас на руках. Соответственно, ждем ваших звонков. Промо-код SUPERTOEFL. Звоните, а я передаю слово опять Алине. Она ответит на вопрос. И снова здравствуйте. Спасибо вам за вопросы. Достаточно интересные вопросы. Не всегда такие встречаются. Очень интересно. Давайте смотреть. Почему не показывать на экране образцы? Сейчас объясню. Да, на самом деле это действительно вебинар для тех, кто понимает, что такое тест TOEFL базово, и для тех, кто понимает, что такое вообще 115 баллов. То есть если вы метите на эту цифру, то ваша задача уже понимать, что такое этот тест. Если бы мы с вами еще сверху тратили сейчас время на то, чтобы смотреть варианты, смотреть примеры, если бы я вам показывала каждый тип вопроса, ну, естественно, мало бы что успели. Поэтому это сделано сознательно, на самом деле. Спасибо большое за вопрос. Как можно максимально возможно отработать свое произношение? Здесь два момента. Момент номер раз. Если вы имеете в виду произношение в плане артикуляции, то есть в плане акцент, то на этом можно не заморачиваться. Даже если мы говорим с очень, с very sick Russian accent, вас все равно поймут, ничего страшного. С точки зрения отработки именно произношения, чтобы не делать базовых каких-то ошибок, да, а-ля, там, chemical. Слушать. Очень-очень много слушать. Слушать регулярно. Здесь очень сильно и очень хорошо помогают подкасты, да, то есть это запись радио, да, то есть если, ну, примерно, да, это как радио в записи, да, но это я утрирую на самом деле. Это гораздо больше, чем это. Они, благо, бывают по абсолютно разным тематикам, в абсолютно разных сферах. Так, выбирайте то, что вам реально интересно слушать, да, то есть ни в коем случае мы не идем с вами в, там, toyful English, там, toyful listening, вот это вот все, потому что вам это наскучит, надоест, и как бы вы на это, грубо говоря, забьете очень быстро, да. Выбираем то, что нам нравится, и слушаем, слушаем, слушаем интенсивно и много, и слушаем активно, то есть не просто себе поставили и пошли по су думать, а реально слушаем, реально пытаемся понять, да, что происходит, и подмечаем те слова, которые вас, ну, удивляют, которые по каким-то причинам для вас звучат как-то незнакомо. Вполне возможно, те слова, которые звучат незнакомо, это знакомые вам слова, которые вы знаете на письме, но которые вы просто, допустим, неверно произносите. Да, то есть с точки зрения именно произношения, да, выход слушать, да, и тут я еще подчеркну, не смотреть кино, да, а именно слушать, потому что смотря кино мы воспринимаем картинку, да, мы достраиваем значение, достраиваем вот эти все слова за счет картинки, а у нас задача слушать, воспринимать информацию на слух, поэтому слушаем. То есть даже если мы прибегаем к лекциям TED, да, мы их слушаем, мы их не смотрим, то есть мы их запускаем там либо на сайте TED, либо на YouTube, закрываем экран, да, немножко его так пододвигаем и слушаем, то есть только на слух. Сильно ли отличается TOEFL от IELTS? То есть акцент не влияет. Я думаю, это два на самом деле разных вопроса. Сильно ли отличается TOEFL от IELTS? Да, действительно, сильно. Их базовое сходство состоит только в том, что они проверяют те же самые четыре навыка, да, тоже говорение, письмо, чтение, аудирование, но они это делают принципиально по-разному, с принципиально разной целью, с принципиально разным форматом подготовки и так далее. То есть если вы понимаете, что вам нужен языковой тест для поступления, например, да, вам нужно как можно раньше определиться, который из этих тестов вам нужен, да, чтобы не просто базово там поднимать уровень языка и потом спокойно сдать один из этих тестов. Нет, здесь это нужно делать точечно и целенаправленно. Акцент не влияет. Да, акцент не влияет, потому что есть носители языка, то есть люди, которые считаются носителями, которые родились в стране и которые говорят на языке, да, это их первый и единственный язык, но у них акцент, и ничего страшного, да, то есть акцент здесь не влияет, да, еще раз повторюсь, если все остальные прочие условия собеденны, да, то есть если ваше произношение верное с точки зрения учебных пособий, материалов и видео, да, вот уже проговорила, то есть выбирайте то, что вы будете реально слушать, то, что вам будет реально хотеться, да, то есть что-то по интересам. Если вам интересно слушать, сейчас, конечно, покажется утрированным примерно, но на самом деле это история одной из учениц. Если вам нравится слушать про историю фарфоровых кукол, пожалуйста, на это найдется обязательно подкаст, он будет идеально для вас интересным, и вам будет хотеться реально про него слушать. Если вам интересно, не знаю, история вещей вообще, да, то есть такие подкасты тоже есть, их тоже нужно искать, да, то есть ваша задача просто подобрать то, что вы будете реально слушать, что вам будет нравиться и что вы будете слушать регулярно. Как можно упомянуть текст в третьем-четвертом задании? Это делается в самом начале, а на это уходит секунд 20 из 60 возможных. Это делается буквально, да, и в самом простом варианте. The reading was about, да, то есть the reading presented was about что-то и что-то, да. Что здесь нужно помнить? В третьем-четвертом задании нужно изложить суть, то есть просто назвать заголовок, да, там всегда есть заголовок, то есть нельзя просто сказать, что там The reading was about biomechanics, the lecturer said, да, нет. Наверняка есть какой-то принципиальный момент, который про эту биомеханику вам тут пытаются рассказать, да, вам тут пытаются упомянуть, поэтому принципиально важно раскрыть. The reading was about blah-blah-blah, it said, да, или it talked about, или one of the things it mentioned, или several things were mentioned about biomechanics. И здесь вы перечисляете эти какие-то детали из текста. Повторюсь, это нужно сделать достаточно быстро, за 15-20 секунд из 60 в рамках ответа. Почему нельзя сказать if I had this problem? Потому что вопрос строится следующим образом. Вам говорят, да, там, расскажите, да, вы там услышали проблему студента. Talk about their problem and a solution you would recommend, да, which solution you would recommend, explain why. Не, which solution would you prefer? Which solution would you recommend? Поэтому если вы говорите, if I had this problem, I would do, вы отвечаете не на тот вопрос, да. То есть это на самом деле считается slip of the tongue, да, то есть вы как будто бы просто оговорились, но по факту вы отвечаете не на тот вопрос, и экзаменатор считает, что вы не поняли вопрос и не поняли суть. Какой должен быть pace при ответе на вопрос? Быстрый темп нежелателен. Ваш темп должен быть естественный для вас. То есть очень часто бывает, что первые два задания, да, просто из-за специфики – это independent, да, и поэтому вы, в принципе, понимая, какой это может быть вопрос, да, там, расскажите о человеке, который повлиял на вас, там, на ваше развитие, все что угодно, да. Очень часто, если вы действительно долго и продуктивно готовились к экзамену, у вас есть, скажем, заготовки, да, у вас есть какие-то уже варианты ответов, вы уже примерно понимаете, о чем вы будете говорить, и поэтому вы первые два вопроса просто говорите очень быстро, у вас детали, у вас какие-то, какая-то конкретика, примеры, все здорово. А потом на третьем, четвертом, пятом, шестом скорость значительно сбивается, и вы уже говорите со своей реально естественной скоростью речи, да. Такого быть не должно. Ваша задача – говорить ровно так, как вот вы бы говорили в жизни, да, потому что если вы замедлитесь, допустим, если вы чувствуете, что вот 60 секунд, а у вас на 40 секунде заканчивается ответ, и вы начинаете говорить очень медленно, чтобы растянуть время, это ни к чему хорошему не приводит. Так. Не очень понятен вопрос, writing 2-3, как интерпретировать, если сможете сейчас прокомментировать, да, быстренько ответим. 23. А, 23, имейте в виду, из… Ага, все, поняла, 23 из 30. 23 балла из 30, да, это что? Это, скорее всего, что произошло? Скорее всего, надо смотреть все-таки разбивку, да, по баллам. То есть если это, допустим, ваш балл после сдачи, да, там всегда будет разбивка, вам всегда придет документ, который расшифровывает, да, и вам скажут. То есть у вас, допустим, 3,5-4 из, там, integrated writing, там, 3,5-4, там, 4,5-5 за, там, independent, да. Там уже будет понятней. Так пока, ну, как бы сложно, да, предположить. То есть это могут быть… Одно из эссе может быть написано принципиально лучше, другое принципиально хуже, одно может быть написано идеально, другое написано хуже, да, то есть нужно смотреть конкретно. Что вообще можно задавать в американском английском, кроме TOEFL? Смотрите, если вы поступаете, и у вас есть критерии, что вам нужно доказать, в общем, свой уровень языка, языковым тестом, да, это TOEFL или IELTS, то у вас, к сожалению, только TOEFL или IELTS. Чаще всего, если вы поступаете в магистратуру, да, в аспирантуру и так далее, чаще всего к языковому тесту будет добавляться еще один, да, это GMAT, если вы хотите сдавать, если вы поступаете на программу MBA, GRE – это если вы поступаете на все остальное, утрированно, да, не на все, но на большинство. И здесь, к сожалению, да, нет еще одного какого-то теста, который восполнит дыру, да, если вы не готовы сдавать TOEFL. Но 115, вы говорите, мимо надо смотреть, а вдруг не мимо, да, то есть нужно прям прогонять, да, тестовые варианты, возможно, сдать пробный тест, да, если есть такая возможность. И действительно смотреть, да, вполне возможно, да, как бы есть вариант подтянуть до 115, как бы это, в принципе, все нормально. Можно ли эффективно совмещать подготовку к TOEFL-GRE? Можно при одном условии. Если у вас есть реально время, то есть если у вас не два месяца, не три месяца на подготовку, а если у вас есть реально время. Одна из особенностей теста GRE заключается в том, что… Угу, вижу. Спасибо. Одна из особенностей теста GRE заключается в том, что там гигантское количество лексики, которую нужно поднять и которой нужно владеть свободно, да, которую можно в любой момент вот так вспомнить, потому что если в TOEFL, например, каких-то слов вы не знаете, там, задания, в принципе, позволяют их из контекста понять, да, то в GRE так не получится. То есть даже для лингвистов этот тест достаточно сложный, да, и очень часто действительно требуется очень внушительное время для подготовки. Поэтому эффективно совмещать подготовку к этим двум тестам можно следующим образом. Начать готовиться к GRE, понять, да, посмотреть на этот тест, ужаснуться, попаниковать минутку, да, просто паника. Потом понять, что вот, хорошо, есть там, допустим, тысяча-три тысячи слов, которые нужно освоить, да, ну, тысяча-три тысячи, это в зависимости от того, какой у вас сейчас, да, активный вокабуляр, и начать их учить, да, то есть посмотреть все типы заданий, понять, зачем нужно знать эти слова, да, то есть каким образом они применяются, в каком контексте, да, и какие особенности этих слов нужно знать, да, и здесь уйти, учить эти слова. Параллельно, пока вы учите слова, то есть не просто там, ой, я смотрю эти слова, реально учить, да, пока вы реально эти слова учите, можно, в принципе, готовиться к TOEFL абсолютно спокойно и интенсивно, при этом не трогая тестовые задания GRE совершенно, то есть все это время вы только учите слова. Сдать TOEFL, да, и тогда, когда вы его уже сдали, да, приступить именно конкретно к подготовке к GRE, при условии, что вы учили все это время слова, да, вам будет уже проще, то есть вы уже, зная слова, вы уже достаточно, не скажу, что быстро, но уже гораздо быстрее сможете ориентироваться именно в заданиях, да, и гораздо быстрее пойдет уже подготовка касательно, ну, это, например, вербальной части, да, конкретно, если что касается GRE. Вот, так что совмещать можно, да, но нужно это делать с умом. If I had a problem или if I had that problem. Тоже нет, да, к сожалению, мы об этом уже проговорили. Если в любом случае, если я, спрашивают не про вас, спрашивают ваша рекомендация из двух предложенных, да, поэтому все, что угодно еще снизит вам балл, к сожалению. Как начать третье-четвертое задание? Если не... Ага, все, вопрос поняла. Смотрите. Как начать третье-четвертое задание? Вы всегда начинаете с текста. Все, то есть сразу. The reading was about, да, это утрировано, да, но эта фраза работает, то есть даже если вы говорите ровно вот так, да, или там the suggested reading mentioned, что-то там, да, абсолютно спокойно. Нет смысла говорить в present simple и в present continuous. Почему? Потому что даже, допустим, в текстах, да, в текстах вам уже дается разнообразие времен. То есть если, например, в четвертом задании – это описание какой-то концепции, да, да, оно в основном идет в present, но для вас оно уже в past, потому что вы говорите о тексте, да, в контексте лекции, что вы что-то прочитали, и как вот эта информация относится к лекции. В лекции в любом случае the lecturer mentioned, the lecturer gave an example, the lecturer talked about, the lecturer explained, да, это в любом случае пойдет в прошедшее время, потому что если вы говорите the lecturer is talking about что-то там, ну, это фактическая неточность, он уже, вы уже прослушали, он уже вам что-то сказал, да, поэтому самое, да, безболезненное – это перейти сразу в плоскость past, да, и уже следить, да, либо это у вас простое past, либо это у вас past perfect и так далее и тому подобное. Здесь, да, тоже пометочка, посмотрите разницу, да, и будьте готовы к тому, что здесь могут пойти ошибки, да, на разницу между past simple и present perfect, да, то есть это два оба времени, которые находятся в плоскости прошлого, да, но у них там есть особенность. Вот здесь вот их тоже нужно правильно употреблять. Четыре месяца до сдачи TOEFL GRE с интенсивом получить… Угу. Или потратить четыре месяца на подготовку к курсам. Ну, смотрите, целевые показатели больше ста – это очень хорошо. Хорошо. Ну, смотрите, в принципе, да, я бы не сказала, что нужно прям базово сейчас садиться и резко именно повышать уровень языка, потому что чаще всего, если вы, да, на upper intermediate, то вы уже почти, да, то есть разница между upper и advanced состоит в наборе слов, состоит в наборе там какой-то интересной грамматики и так далее. Если вы начнете готовиться, допустим, к TOEFL, да, возможно, вы не выйдете на уровень upper… Прошу прощения, на уровень advanced, да, ну вот в чистом виде, да, но этого уровня уже достаточно, чтобы начать готовиться. То есть я бы начала готовиться уже к TOEFL, да, использовала бы вот эти четыре месяца, то есть начала бы с GRE, потом пошла бы в TOEFL, да, примерно месяца два, да, и оставшиеся два месяца работала бы на GRE. Вот. Я бы поступила таким образом. В принципе, все как бы здесь все понятно. Если не поступать, а просто подтвердить уровень английского, проще, да, то есть если вы не готовы, грубо говоря, да, если вы не знаете четко, как работает test TOEFL, да, если вы не готовы в это углубляться, не готовы сейчас сидеть и врубаться, да, что же это такое, как же тут что интегрируется, да, там учить и так далее, немножечко менее проблематично, да, немножко менее энергозатратно будет подготовиться к IELTS, если вам нужно просто подтвердить уровень языка, да, но, опять же, просто подтвердить уровень языка чаще всего здесь возникнет проблема с целеполаганием, с мотивацией, да, это тоже достаточно важно в рамках подготовки, и тогда вы не сможете, да, реально там месяц-два уделить подготовке к тесту, да, то есть здесь должна быть какая-то реальная цель условно получить такой-то балл, чтобы указать это в резюме и поступить куда-то на работу, получить такой-то балл и что-то еще. Если вам просто хочется понимать, какой у вас уровень языка, да, допустим, в интернете, на просторах этой прекрасной сети миллион всяческих разных источников, которые позволят вам просто быстренько пройти тест и понять, да, на каком вы уровне. Вот. Какие пособия? Пособия совершенно разные, да, как бы чаще всего, да, и чтобы точно не ошибиться, есть смысл пойти на сайт организации, которые администрируют этот тест, да, это ETS, и выбирать пособия, выбирать материалы, которые рекомендованы этой организацией, потому что так вы точно не ошибетесь. Вот. Ну, я думаю, примерно на этом мы возьмем паузу, да. Еще раз большое вам спасибо за то, что вы провели этот вечер с нами, да, было достаточно интересно. Передаю еще раз слово Дарье. Всем хорошего вечера и хорошего завершения недели. Спасибо, Алина. Спасибо всем участникам за прекрасные вопросы, очень по делу. Благодарим вас за внимание, за час двадцать времени. Приглашаю вас к нам на занятия в офис. Приходите, мы с вами встретимся, пообщаемся, проконсультируем. Подписывайтесь на наши соцсети, в ВКонтакте, в Фейсбуке, анонсы мероприятий, анонсы мероприятий партнерских, какая-то полезная информация о курсах, об услугах, о тестах, в принципе, об их изменениях. Вы все это найдете. Спасибо за очень классные вопросы, за хороший вебинар. Записывайтесь на другие ближайшие вебинары, приходите к нам. Благодарю всех и до свидания, до встречи. Надеюсь. Всего хорошего. Продолжение следует...